Шукаем работу у промым эфире. Ведучая программа Настасия Курчинская одразу окресливает ему диалогу с представниками Гоминского городского центра занятости и домобудовничьего комбината. Ближайшая година будет присвечена пытанием эффективного пошуку працы, максимум отримать новую профессию и навод нюансам, поводенным с работодавцем подчас особистой встречи. За опошний год, колькость официально зарегистрованных у Гомини беспрацовных скоротилась, але это не значит, что проблема выращена Кончаткова. В Гоминском городском центре занятости в этой дне не шматрюдно. Дякую, че примаемым мерам, колькость официально зарегистрованных беспрацовных за опошний год знизилась Малю двоя. Зараз на улику находится 877 человек. На жаль, значная часть этих беспрацовных мая достатково низкую квалификацию. Некоторые беспрацовные у таким статусе знаходятся 10 годями. Свои сабливые рекордсмен – мужчина, який за своя МАК-57 працала у сего каля трех годов, але работу шукаюсь для усіх у темнику с допомогой, створанных при администрациях комиссий саденчаней занятости. У поравнания с отповедным леточним переедом, колькость принятых у гэтом годзе на працу, поэлечилась на полторы тысячи. Сьогодні узровень беспрацовья у Гомини складаюся гон на целых 4 процента. Такого низкого показчика у центра занятости не памятая никто. Не может не радовать тот факт, что промышленности у нас принималось на работу в этом году больше, чем увольнялись из промышленности, торговли, у связи. Поэтому это не может не радовать. Надеемся, что эта тенденция распространится на остальные отрасли. После достатково протяглого перепынку о регионе знову заявились и вакансии бухгалтеров и юристов, сирот запотребованных специалистов, так само водители и будовники. Почас промога эфиру на радуе на месте генерального директора Дома будовничьего комбината Анжалина Сарамятникова Агучева и Личбы, у гэтом годзе предприемство падало у центр занятости заявки на 138 працовных местов. Праца уладкованы 134 человеки. Сьогодні комбинат одно самых великих будовничьих предприемств в области. На рынку жилья, яход доля больших 20 процентов, у Гомили гэта у вогуля основный забудовщик. На предприемстве не только готовые брать новых специалистов, але и при необходности повышать их квалификацию. Гомельский ДСК имеет свой учебный центр, на котором проходят обучения работники, которые желают у нас работать, но не имеют специальностей строительных. Мы обучаем любым строителям профессиям. На сегодняшний день у нас имеются вакансии монтажника строительных конструкций, плотников, электромонтажников, электросварщика ручной сварки. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, Телерадо и компания Гомель.